Парадные приемы и официальные мероприятия всегда имеют оборотную сторону – частную жизнь. Эта сторона жизни закрыта от чужих глаз и мнений. Так у резиденции дома Романовых возникла зона отдыха – небольшое поместье, на плане примыкающие к Нижнему парку Петродворца с восточной стороны. Николай I повелел начать обустройство места, предназначенного для проведения семейного отдыха. По имеющейся тогда традиции городские жители в летний период выезжали семейным кругом из Санкт-Петербурга за город, на дачу. В 1826 году началось строительство дачного домика и благоустройство окружающего его парка. А уже через три года императрица Александра Федоровна получила в подарок от любящего супруга дворец – коттедж, находящийся в прекрасном парке, названном в ее честь – Александрией. Закрытая от посторонних глаз, дача стала любимым местом отдыха супругов. В повседневной жизни они были внимательными и заботливыми родителями. Их дети, внуки и правнуки бережно сохраняли семейный очаг, созданный Александрой Федоровной. Воспитанию и образованию молодого поколения уделялось много времени и сил, подростки занимались физкультурой со своим учителем на специально построенной для них гимнастической площадке, изучали военную науку на крепостных бастионах, оснащенных по последнему слову тогдашнего времени, на детской ферме можно было увидеть и узнать много нового и интересного, и заодно попробовать свеженадоенное молоко, детская пожарная колонча имела колокол и смотровую вышку, украшенную флагом. В арсенале было все необходимое для тушения пожара – багры, топоры, ведра, необходимые пожарникам рукава, каски и бронспойт, а также насос, уменьшенный до детских размеров. К большому сожалению, многие детские миниатюры не сохранились до настоящего времени. Среди прочих исчезли «голубятня» и «мельница». Парк Александрия в Петергофе особенно хорош летом. В хорошую погоду не скучно гулять по дорожкам парка, лубуясь живописными пейзажами. Множество роз самых разных цветов напоминают гостям о вкусах хозяйки Александровского парка. Хорошо знавший вкус жены, Николай I пожелал видеть этот цветок и на гербе Александрии также в парке расположены музеи, посещение которых будет одинаково интересно и родителям, и их детям. Важно! Билеты в музей можно приобрести после предъявления входного паркового билета. Вход в парк для детей и подростков до 16 лет – бесплатный. На первом этаже музея воссоздана обстановка телеграфа, действовавшего во времена правления Александра II. Воспользоваться услугами связи могли все желающие. Поэтому помещение имело два выхода, через первый передавались государственные депеши, принесенные дворцовыми служащими. Второй вход предназначался для проживающих по соседству простых людей. Парк Сергиевка в Петергофе посетители музея могут увидеть, как жили и работали телеграфные служащие конца XIX века. Экспозиция показывает не только служебные помещения, но и те, в которых отдыхали, готовили пищу и обедали работники станции. На втором этаже музея находится не менее интересная выставка, посвященная истории оптического телеграфа. Обратите внимание, для школьников проводятся коллективные литературно-музыкальные мероприятия. Школьники 6-11 классов могут стать участниками программ «Гранатовый браслет» или «Почтовый калейдоскоп». Подробную информацию можно получить по телефону 8 812 450 73 28 8 12 450 68 75. Все о Петергофе в 2015 году находящийся в Петергофе Александрийский парк открыл гостям двери нового образовательного учебного центра «Новая ферма», носящий название построенного на этом месте при Александре II хозяйственного комплекса. Сегодняшний центр приглашает школьников и ребят младшего возраста вместе с родителями на увлекательные мастер-классы и познавательные занятия. Для систематических занятий, включающих в себя экскурсионные посещения залов музеев, дополненных интерактивными игровыми программами, ребятам предлагаются абонементы на 17 абсолютно разных тем, среди которых изучение истории и искусства, знакомство с профессиями мастеров, музейного дела, создание собственных творческих проектов и многое другое. В музейном плане есть исторические беседы, творческие мастерские, костюмированные дни рождения и Новый год. О формате мероприятий и возможности участия в них подробно сообщается на страничке, специально созданной в социальных сетях. Учеников 1-4 классов приглашают на мероприятие «Александринский выпускной», проходящий в форме увлекательного квеста и надолго запоминающийся его участникам. Все детали можно уточнить на официальном сайте. По телефонам 8 812 450 78 37 8 931 00 306 47. Новая ферма – постоянный участник акций и фестивалей в сфере музейного образования. Петерговские дачники. Приехав в Петергоф, в парке Александрия необходимо обязательно посетить фермерский дворец. Первоначально по замыслу Николая I были построены «Сельский домик», «Коровник», «Хозяйственные постройки» и «Жилье для работников». Все это должно было вызывать ассоциацию с английской деревушкой и получило название «Сашиной фермы». В дальнейшем хозяйственный комплекс построек перенесли на новое место, а на старом месте началось строительство дворца, предназначенного для семьи императора Александра II. Перестройка и усовершенствование продолжались в общей сложности 22 года, но результат оправдал ожидания, сельский домик превратился в фермерский дворец. Это единственный случай, когда император рос и менялся вместе с жилищем, с которым была связана вся его жизнь. Посетители дворца увидят множество личных вещей Александра Николаевича Романова. Обстановка воссоздает те времена, когда министры и политические деятели отчитывались перед главой государства в знаменитом «Синем кабинете». Здесь же он подписывал указы и реформы, одной из которых была отмена крепостничества. В экспозиции хранятся любимые канцелярские принадлежности императора, его портфель для бумаг. Среди подлинных экспонатов мебели уникальные часы, многочисленные циферблаты которых показывали время не только в российских губернских городах, но и на Аляске. Также находится здесь подушечка, хранящая следы императорской крови. Подушка лежала в карете, в которой Александр II ехал по Санкт-Петербургу в день трагической гибели. Посетители могут заглянуть на женскую половину дворца. Дополнительная информация. В здании, оборудованном всеми достижениями цивилизации, до наших дней в своем первоначальном виде дошла императорская ванна, принадлежавшая императрице. На втором этаже музея действует экспозиция «Петерговские дачники». Посещение выставки дарит возможность почувствовать себя городским гостем на загородной даче. Множественные экспонаты повествуют о распорядке дачного дня, тихих радостях и милых развлечениях, принятых в конце позапрошлого и начале прошлого веков. Желающие могут посмотреть фильм, специально подготовленный музеем к показу в демонстрационном кинозале. Капелла – единственная в своем роде домовая церковь семьи Романовых является одним из самых прекрасных украшений парка. Как и другие постройки в Александрии она выполнена в неоготическом стиле. По мнению специалистов, это единственная православная церковь, имеющая облик готического замка. Посещение богослужений в капеле императором и его домочадцами принято было называть «малым ходом». В настоящее время в церкви захоронены останки Марии Федоровны, жены Александра Третьего. Адрес – Санкт-Петербург, город Петергоф ПР. Санкт-Петербургский 5, парк Александрия. Доехать до парка можно от следующих станций метро, автово, на автобусах 200, 210 или маршруткой 224 миллиона 300 тысяч 404 и 424. Балтийская – на маршрутке 404, Ленинский проспект – на маршрутках 103 и 420. Проспект Ветеранов – на маршрутках 343 и 639. Также можно воспользоваться электричкой, уходящей с Балтийского вокзала, выйдя на станции Новый Петергоф. Далее следовать на любом из автобусных маршрутов – 344 миллиона 348 тысяч 350, 351 миллиард 352 миллиона 355 тысяч 356. Обратите внимание, для посетителей открыто достаточное количество мест быстрого питания, а также кафе и ресторанов. Иногородние гости северной столицы Петергофа могут остановиться в расположенных неподалеку гостиницах и отелях, среди которых особое место занимают отель «Александрия Петергоф», с тремя банкетными залами «Гранд Петергоф Спа-отель». Перед посещением обязательно уточняйте на сайте. Режимы часы работы музейных объектов, стоимость посещения выставок и экскурсий, расположение выбранных музеев на карте схеме ГМЗ «Александрия» – это не только памятник парковому искусству и архитектуре XIX века, это еще и образец семейственности, уважительного отношения между поколениями и сохранения семейных традиций. Существовавшие здесь уклад и устои будут служить достойным примером еще не одному будущему поколению посетителей и гостей парка.